Друзья, давайте поддержим этого парня. По вине врачей он стал инвалидом, но он не сдался и занимаясь дома без тренера смог похудеть на 70 килограмм. За год взял КМС по жиму, в планах еще мастера. Занимается как псих, делает все на 100 повторов, жал 130 на 100 и 100 на 230. Хочет раскачать также банки под 60 сантиметров. Ссылка в описании. Здравствуйте, много уважаемых зрителей, а также херти, ой, хейтеры. Моего канала. Меня зовут детектив Моррис и сегодня в нашем расследовании костлявый химик, как его многие называют, Арчо Моррис. Большое количество многоуважаемых молодых людей, не прошедших пубертатный период, утверждают, что этот человек употребляет астероиды. Извините, точнее, стероиды. И сегодня мы как раз в этом попробуем разобраться. Для начала нужно сказать, что этот высушенный наглухо Халк весит 69 килограмм. Давайте же по традиции сравним его с химическими атлетами Мэнс Физик, а также Бодибилдером. Что мы можем видеть? Химический атлет по имени Денис Гусев имеет массу примерно под 90, может быть, больше килограмм. 95, возможно, а может еще и больше. Дальше мы видим, что Бодибилдер по фамилии Скоромный имеет массу больше 100 килограммов. О чем это говорит? Это говорит, что у этого парня паленая химия. Зачем он такую покупает, я не понимаю. Он вкладывает кучу денег в химию, и она ничего не дает. Я предлагаю ему затариваться у меня. Я продаю качественную химию. Ну, а если быть серьезным, то этот дрыж не входит ни в какое сравнение с натуральными химическими... В смысле, с натуральными химическими бодибилдерами. Почему? Потому что мышечная масса у них огромная, а сухость тоже огромная. Вы не поверите. А у этого дрыща есть сухость, но массы нет. Из этого можно сделать вывод, что натуральный атлет может быть сухим, но не иметь массы. А может иметь массу, но не быть сухим. После 85 килограмм вы не сможете набрать массу именно сухую. У вас будет жир в любом случае, если вы тренируетесь без химки. Поэтому, конечно, по первому пункту по сравнению, этот чувак не подходит к этим химикам, качкам с астероидами, которые качаются. Следующий пункт, второй, силовые показатели. Что мы можем сказать по этому дрыщу? Мы можем сказать, что у него хорошая выносливость. У него хорошая выносливость в подтягиваниях, довольно хорошая в отжиманиях, довольно хорошая в жиме лежа, но с маленьким весом. По выносливости он нормальный чувак, но в силовых показателях он не тащит ничего. А нет, забыл сказать, я очень большой фанат его, но говорю сейчас все правду. Он тащит нормально в подтягиваниях. В подтягиваниях он подтягивается с довольно хорошим весом, но в остальном с железом он дрыщара. Это я вам отвечаю. Что мы можем сказать по силовым показателям? Что химка либо паленая, либо он не тащит. Не тащит, потому что он чистый эктоморф. У него не идут ни жимы, ни огромные приседы не идут, ни жимы ногами огромные не идут. У него идет только на выносливость. Ну, либо он просто дрыщ, что скорее всего и есть правда. Третье, генетические особенности. Этот чувак по природе, как мы видим, эктоморф. Он сам себя так называет на самом деле, но я скажу, почему это так. Это так, потому что у него очень дрыщавые запястья. У него запястье 14,7 сантиметров. 14,7, почти 15. То есть это капец. У детей гораздо больше запястья, чем у этого дрыщавого халка. У этого дрыщавого халка также лодыжка, или как это называется, на ноге, вот эта кость внизу. Она у него где-то 18, чем-то сантиметров, я не помню. Но это капец, какие тонкие кости. У многих нормальных людей, у того же Гусева, руки толще, чем у него ноги. Этот чувак жрет просто от души. Жрет постоянно, целыми сутками. У него масса не растет. Какая тут химия? Какая тут может быть химия? Второй пункт, ой, точнее третий пункт у нас отрицательный, конечно. Тут никакой химии не может быть. Четвертый пункт у нас масса, рельеф и дутость мышц. По массе я уже сказал, что он не набирает массу. Почему? Потому что, скорее всего, он дошел уже до пика своего формы и просто жрать больше не может. А возможно, просто паленая химка, и она ему не позволяет идти дальше. Что это значит? Это значит, что если он будет колоть химию, то, скорее всего, он пойдет дальше. Если не будет и будет столько есть, как сейчас, то он не пойдет никуда. Дальше. Рельеф. Рельеф у него хороший. У него есть, конечно, немножко залитость водой, потому что пьет много воды. Видимо, мы видим, что не особо хорошо прорисовываются нижние кубики пресса. Но это поправимо. Если он перестанет немножко, там, на пару дней есть фрукты, овощи, сократит воду, соленого поменьше будет есть, тогда вода будет скапливаться не так сильно, и у него будет идеальный просто рельеф. Все почему? Потому что он химик заядлый. Шутка, шутка. Он просто эктоморф чистый. У него масса не растет, а рельеф есть. Как я и сказал, либо у вас будет рельеф, либо масса без рельефа, если вы натуральный атлет. Что касается дутости мышц, мы можем посмотреть, что у этого чувака, кроме биток, ничего больше не надуто. Как так может быть? Я склоняюсь, что он колит синтол в битке. Это вот на 90%. На самом деле, я не знаю, я просто склоняюсь к этому. Но у него битки просто огонь. И у кого на ютубе у натуралов таких биток нету. Я сам его забидую. В остальном, он не особо такой большой. Он рельефный, красавчик, конечно, но небольшой. Я не знаю, что поэтому сказать. Я могу сказать, что у него не дутые мышцы абсолютно. Он рельефный, они не дутые. И я могу утверждать точно, что по дутости мышц он не химик. Потому что у химиков огромные шарообразные мышцы. И последний, пятый пункт. Изменение скачки в весе. Что я могу сказать по этому чуваку? Могу сказать, что он уже сколько лет набирает массу и не может набрать ее больше 70 килограмм. Какая химия! Какая химия! Опять же, может она паленая? Он, наверное, много лет уже колит паленую химию. У него вся задница в синяках, наверное. Но он не додумался. Либо он глупый, либо он реально натурал. Не понимаю. Скорее всего натурал, потому что с высшим образованием человек не может быть глупым. Хотя нет, может. Но он не глупый, я вам отвечаю. Я его хорошо знаю. Итак, по последнему пункту мы можем сказать, что он не химик. И в итоге, естественно, вердикт не химик. Он не может быть химиком. Почему он может быть химиком, если у него нет ни силовых, у него нет ни объемов, нет огромных мышц. Он вообще, ну просто дрысня какая-то. Поэтому, друзья, пишите в комментариях, кого вы хотите расследовать еще. Пишите быстрее. Будем расследовать и химиков, и натуралов, и астралопитеков и так далее. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Увидимся в следующем ролике. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok